Привет. Рад вас всех видеть на уже четвертой конференции Питер Пай. И так сложилось, что начинаем мы с моего доклада. У нас будет про докер, будет лайфкодинг, и я надеюсь, вам все понравится. К сожалению, временной слот небольшой, поэтому я покажу только базовые вещи. Но если вам будет интересно, там будут ссылки на гитхаб, там вы найдете более полную информацию. Сегодня мы будем говорить про тестирование. Тестирование инфраструктур и инфраструктур, которые построены, конечно же, на докере. Мне интересно, в принципе, кто в зале использует докер именно для разработки. Поднимите руки. Ну, я думал, вообще все поднимут руки, потому что в современном мире, наверное, ничего удобнее не придумали пока. Кто деплоит в продакшн докер-контейнеры? Ну, поменьше немного. Но радует, что количество таких людей растет, потому что в прошлом году, когда про докер я рассказывал, ну, там буквально единицы были. Ладно, поехали. Вообще, кто я такой? Меня зовут Беда Илья. Я около 9 лет занимаюсь разработкой программного обеспечения, выступаю на конференциях, вот, и мастер-классы всякие провожу. Надеюсь, вам понравится то, что я для вас сегодня приготовил. Так, ну и еще немного таких вводных слов. Как вы вообще думаете, зачем нужны инфраструктурные тесты? Вот. Как я понимаю, формат построения аудитории не позволит сделать какой-то диалог, поэтому я как-то так, может, только если вопросы позадаю какие-нибудь в процессе. Вот. Инфраструктурные тесты в сравнении с обычными юнит-тестами решают те задачи, которые юнит-тесты, получается, не могут решить. Вот. Потому что, когда мы пишем юнит-тест, мы хотим проверить, что наш код работает корректно. Но зачастую наш код, он взаимодействует с какими-то внешними сервисами, с какими-то элементами, которые нам, как программисту-разработчику приложений, в принципе, не подвластны. Ну и простой пример – это отправка почты. Я думаю, никто из вас не писал такой тест, чтобы он проверял, что почта действительно отправилась. Скорее всего, вы использовали какой-то mock, которым закрывали функцию, которая выполняет непосредственно отправку сообщений, и просто проверяли, что эта функция была вызвана, и что она была вызвана с какими-то аргументами. Но на самом деле это не значит, что отправка почты в вашем приложении работает. Потому что у вас могут быть неправильно сконфигурированы логины, пароли для SNTPD сервера, и почта не отправится. Или у вас может использоваться какой-то бэкэнд отправки почты, который вместо того, чтобы на самом деле ее отсылать, возьмет и запишет там в базу, потому что это там конфигурация для разработки. И в общем случае юнит-тесты, они как бы и не должны проверять, что все части приложения соединены друг с другом корректно. Но для всего приложения целиком это очень важно. Поэтому и появляется такая вещь, как инфраструктурные тесты, которые проверяют, что все кирпичики вместе складываются друг к другу хорошо, и наше приложение работает. Мы будем сегодня писать такие инфраструктурные тесты, и в качестве примера нам нужно приложение, для которого мы будем эти тесты писать. Это приложение «Балансировщик нагрузки», который я разработал где-то, может быть, около двух лет назад. Сейчас в таких балансировщиках уже особо смысла нет, потому что есть Kubernetes, и он в принципе все эти вопросы решает. Но в принципе, если вы занимаетесь консалтингом, если у вас много однотипных приложений, в принципе такие балансировщики имеют место быть. И давайте посмотрим, как он устроен. Он работает следующим образом. У нас есть какой-то набор виртуальных хостов, с которых мы трафик хотим перенаправлять в наши контейнеры, и есть контейнеры. Задача этого балансировщика – трафик раскидать. Как это все происходит? Есть прекрасный проект от компании Glider Labs, который называется «Регистратор». Он работает следующим образом. Он цепляется к докер-сокету, слушает, что там происходит, и когда какой-то контейнер запустился, он записывает эту информацию в какое-то распределенное хранилище. Это может быть ETCD, это может быть консул, Redis, что подключить, и с тем он будет работать. Довольно большое количество бэкэнтов используется. У меня используется, например, ETCD. Соответственно, когда у нас стартанул какой-то контейнер, регистратор об этом узнал и записал эту информацию в ETCD. Таким образом, мы накапливаем информацию о всех-всех-всех контейнерах, которые у нас в системе существуют. Дальше нам нужно, собственно, выполнить проброс трафика с виртуальных хостов до этих наших контейнеров. И здесь на сцену у нас выходит такая штука, как ConvD. Это приложение, которое написано на Go, которое слушает вот это распределенное K-value хранилище. И если в ETCD появился какой-то новый ключик, ConvD считывает из него информацию, выполняет шаблонизацию конфигов и перезапускает то, что нужно. В нашем случае у нас будут шаблонизироваться конфиги Nginx, туда будут прописываться нужные виртуальные хосты. И Nginx перезапускается, доступ у нас появляется к всему этому делу. Давайте посмотрим, как все это работает, а потом напишем тесты, чтобы увидеть, что это можно проверять не только в ручном режиме, но и в автоматизированном режиме, и даже где-то на CI. Начнем мы с Docker Compose файла, в котором у нас описана вся наша инфраструктура. Вот у нас, который я уже упоминал, ETCD. Он у нас выдает наружу 4001 порт. Дальше регистратор. Можете обратить внимание, что в регистратор прокинут Docker сокет, потому что он должен иметь доступ к докеру. Он у нас зависит от ETCD. И последний контейнер, собственно сам балансировщик, это ConvD. Внутри этого контейнера крутятся два сервиса. Во-первых, сам ConvD, во-вторых, Nginx. То есть это такой случай, когда в один контейнер запихивается несколько сервисов. Ну и, к сожалению, по-другому не поступить, поэтому вот так оно и будет. Я не буду вдаваться в детали, как работает ConvD, как работает шаблонизация. Вы потом сможете все это посмотреть на GitHub, оно есть в открытом доступе. Давайте запустим наше приложение. И теперь, если мы обратимся на localhost, сначала оно не работает, потому что нужно подождать, пока оно все запустится, провернется, контейнер инициализируется. И вот рано или поздно мы видим сообщение от Nginx, что он у нас стартует. Также у меня есть такой домен, как helloworld.local, который на самом деле матчится на 127.001 адрес. И вот точно так же вводит сообщение Welcome to Nginx. Теперь запустим в бэкграунде наш Docker Compose. Проверим, что оно продолжает работать. И теперь, собственно, посмотрим, как у нас работает регистратор. Как я уже говорил, на порту 4001 у нас есть веб-интерфейс. который отображает состояние нашего распределенного хранилища. И здесь есть ветка hosts, про нее расскажу чуть позже. Есть ветка services. Ветка services у нас создается как раз регистратором. И здесь можем увидеть список всех-всех-всех Docker контейнеров, которые у нас есть. Это все порты, которые у нас выдает etcd. Вот наш балансировщик. И если мы сейчас запустим приложение приложение, которое у нас такой некий hello world, написанный на фласке, если мы напрямую обратимся на пятицычный порт, то мы увидим там flask inside и id контейнера. После того, как этот контейнер запустился, в etcd также появилась информация о том, что он существует. И по нему мы можем узнать, что у него есть IP-адрес, у него есть порт. И этот IP-адрес находится внутри виртуальной сети, которая существует в Docker. Давайте запустим несколько таких контейнеров. Допустим, пусть их будет три штуки. И мы видим, что у нас появилось соответственно три записи в списке нод такого типа. Теперь у нас есть контейнеры, они запущены, и нам как-то нужно связать виртуальный хост с этой группой контейнеров. Для этого используется ветка ключей hosts. Это не какой-то стандарт, это вот так у меня реализовано. И дальше нам нужно сказать, что доменному имени hello world.local соответствует вот этот набор контейнеров. Это дополнительная информация, которую должен получить Nginx. Эту информацию он также будет брать из etcd, и мы просто возьмем и туда эту информацию добавим. Выполнив несколько команд, мы создали директорию, описывающую наш сервис. Дальше мы записываем сервер name, который нам нужен, чтобы связать. И в конце концов говорим, что нам все это нужно дело включить, установив флаг enable в значении true. Вот у нас появилось hello world. И здесь внутри информация по нему. И теперь, когда мы будем обращаться на домен hello world.local, у нас здесь будет наше флазк приложения, и вы можете обратить внимание, что вот этот вот ID, который является идентификатором контейнера, он постоянно меняется. У нас три контейнера, и вот по очереди каждый контейнер у нас отрабатывает, Nginx распределяет по ним запросы, то есть наше приложение работает. Причем на localhost все так же висит приглашение Nginx, и если бы у нас было больше времени, мы могли бы позапускать другие типы контейнеров, привязать их другим к хостам, и вы бы убедились, что это все работает. Но мы сейчас переходим к следующей части, где мы будем писать тесты, которые будут проверять это все в автоматическом режиме. Установим наши контейнеры и посмотрим, как мы можем создать инфраструктуру для тестирования всего этого дела. Я делаю Docker Compose файл, который будет расширять существующий Docker Compose файл. Я добавляю новый сервис тест, указываю директорию, откуда он будет собираться, говорю, что он зависит от ConvD, и пробрасываю в него точно так же Docker Socket, потому что ему нужно будет стартовать, устанавливать контейнеры. То есть получается, что у нас приложение, которое работает в Docker, будет управлять Docker, в котором оно запущено. И это, по-моему, прикольно. Посмотрим, что из себя представляет контейнер, в котором хранятся тесты, и посмотрим Docker файл. На самом деле, это довольно типичный Docker файл для Python приложения. Если вы с этим не знакомы, можете посмотреть мой доклад с прошлого года, где я подробно рассказываю, как можно разрабатывать в Docker и Python приложения. Мы добавляем зависимости, устанавливаем их, забрасываем код, ну, там, антрепоинт ставим. В зависимости у нас тоже не такой большой список. У нас есть приложение, собственно, чтобы… библиотека, чтобы работать с Docker, отладчик, пайтест, клиент для TCD и реквест, чтобы делать запросы по сети. Также есть такой полезный скриптик, как run-tests, который делает следующую вещь. Он сначала запускает нашу инфраструктуру, и после этого запускает тесты, там, и нужные аргументы пробрасывают. Вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть тест Nginx, и пока здесь просто assert false, и ничего не происходит. Первый тест, который мы сделаем, мы просто проверим, что наш Nginx доступен, и что он работает. Давайте запустим. Вот так как у нас явно написано assert false, он у нас сразу упадет, но мы окажемся внутри нашего окружения и сможем там что-то действительно протестировать. С помощью библиотеки requests мы сможем сделать get-запрос, но, опять же, стоит понимать, что если мы сделаем вот так вот, оно не будет работать, потому что localhost — это, собственно, наш контейнер, в котором работают тесты. И на самом деле это довольно такая очевидная вещь, но не всегда сразу приходит это понимание, и поэтому иногда бывают такие детские ошибки с тем, что пытаются localhost упадет или что-то еще. У нас есть convd. Имя convd у нас появилось следующим образом, так как вот здесь вот в Docker Compose файле у нас сервис называется convd, то Docker автоматически назначит ему DNS-имя convd. Если мы сделаем запрос туда, то у нас приходит корректный ответ с кодом 200, и в контенте вот наша HTML-страница, где-то в ней вот она, есть слово nginx. Соответственно, давайте такой тест допишем. convd и сделаем два асерта. Первый у нас будет, что resp status code 200, и второй, что слово nginx у нас есть в resp.content, и нам нужно вызвать функцию decode, потому что у нас третий Python, и контент у нас бинарный. Давайте запустим наш тест, и он нас должен пройти, если я совсем где-то не ошибся. Все прекрасно он работает, но, как говорится, всегда есть тонкости, дьявол в деталях. Если мы сейчас установим контейнер, а когда мы будем запускать наши тесты на CI, это будет нормальный случай, когда контейнер у нас стартует с нуля. То есть ничего нет, ничего не подготовлено, не прогрето, и мы просто запускаем наш скрипт run tests, то, к сожалению, мы увидим, что наш тест почему-то перестает работать. Перестает он работать со следующей ошибкой, он не может подключиться к 80-му порту на convd. Сейчас мы выберемся наверх в наш код. Что самое интересное, если этот запрос повторить, то все работает корректно. Мы имеем пример классического рейс-кондишена, потому что наши тесты стартуют до того, как контейнер прогрелся и заработал. И это тоже такая очень распространенная проблема, с которой сталкиваются люди. Как быть в такой ситуации? На самом деле в Docker Compose, начиная с версии 3, появился механизм холчаков, который может решить эту проблему. Но есть более старый способ, и он более специфичный, универсальный, поэтому я покажу его. Есть такой классный контейнер, как Docker Ice, который предназначен для того, это не просто контейнер, это на самом деле приложение на Go, которое предназначено для того, чтобы упростить вам контейнеризацию приложений. В ней есть шаблонизация файлов по переменному окружению, но это нам сейчас не так важно. А то, что нам нужно, это команда, ожидающая открытия порта. Соответственно, мы говорим, что Docker Ice должен стучаться по протоколу TCP на 80-й порт по доменному имени CONVD, и когда он у нас соответственно ответит, он продолжит свое выполнение дальше. Нам нужно поместить его в сеть нашего балансировщика. И теперь мы еще подправим файлик, который запускает наши тесты, и добавим сюда WAIT FOR. Теперь все это остановим. Полностью завершим и очистим все наше приложение, и запустим тесты сразу. У нас выполнилась очистка, теперь у нас создалась сеть, у нас стартуют наши контейнеры. Теперь они запустились, но еще не готовы. И сейчас начинает работать WAIT FOR, который у нас подключается на 80-й порт. Он не может подключиться, он ожидает 5 секунд. Вот он успешно подключился, и теперь запускается контейнер, в котором будут работать наши тесты. И они успешно прошли. Хорошо, мы написали тест, который просто проверяет работу Nginx. Но это довольно тривиально, и хотелось бы сделать что-то более серьезное. И мы сейчас возьмем и проверим, что наш балансировщик умеет распределять запросы между различными виртуальными хостами. Это уже будет более интересный тест. И я надеюсь, что я не сделаю никаких опечаток, и не получится так, что из-за какой-нибудь глупости он не сработает. Выглядеть это будет следующим образом. Первый запрос на CONVD, под именом имени CONVD, у нас должен будет все точно так же возвращать ответ, в котором будет Nginx, а во втором у нас будет должен содержаться фласк. А здесь будет у нас hello world.local. Теперь нам нужно, во-первых, как-то этот сервис запустить. Ну и очень удобно запускать какие-то контейнеры, которые вам нужны в рамках теста, с помощью фикча из пайтеста. У нас будет hello world.service. И давайте его создадим. И это у нас pytest.fiction. Опять же, можно сразу указать scope, что у нас на каждую функцию будет создаваться контейнер, и после того, как он отработает, он будет удаляться. Чтобы создать контейнер, нам нужен какой-то клиент к докеру, и это будет у нас тоже фикча, которую мы сейчас сделаем. Скоупу этой фикча будет модуль. Так, модуль и докер клиент. Все, он у нас ни от кого не зависит. И мы будем использовать библиотеку докер, которая раньше называлась докер-пай, которая позволяет из питона взаимодействовать с докер-демоном и создавать какие-то контейнеры. Сейчас у нас в 2017 году все хорошо, потому что есть такая функция как from-env, которая просто считает ваше окружение, и вы получите доступ к тому докер-демону, с которым вы работаете просто из терминала. Раньше это нужно было все более вербозно прописывать, но сейчас все очень классно и удобно. Таким образом, у нас есть докер-клиент и теперь можем создать наш контейнер. В докер-клиент есть объект containers, в котором содержится команда для работы с контейнерами. И мы будем запускать контейнер, который мы запускали раньше в ручном режиме. Дальше нам мы говорим, что мы должны от него отпустить его, чтобы он продолжил работать и отдал нам дальше управление. И нам в сеть его нужно поместить, чтобы он с нашим балансировщиком был вместе. Сеть у нас называется вот таким вот образом. Balancer, Balancer. Первая часть это директория, в которой это все запускается. Вторая часть это название сети с докер-компоуз файла. Вот это по таким правилам докер-компоуз их создает. Теперь мы можем этот контейнер вернуть как результат работы Fiction. И после того, как все отработало, мы этот контейнер останавливаем и мы этот контейнер удаляем. Такой паттерн работы с докер-контейнерами он довольно удобен в тестировании, потому что вы можете подготовить, как его нужно, прокинуть в вашу функцию, с ним как-то отработать, как вам нужно, или в данном случае нам просто важен сам факт существования этого контейнера, и потом в finalize части просто взять его и удалить, и какие-то зависимости потерять. и на самом деле вот эта Fiction сейчас не полная, потому что контейнер там и создали, но к доменному имени helloworld.local мы его не привязали, поэтому у нас здесь появляется вторая зависимость, это etcd клиент, который мы точно так же сейчас напишем. Scope у нас такой же модуль, etcd клиент, хост у нас etcd и порт 4001. Где именно? Да, спасибо. И здесь тоже клей. Большое спасибо за то, что вы меня подправили. Если вдруг я еще где-то опечатаюсь, не бойтесь, поправляйте, потому что это может превратиться в какой-то затяжной дебаг, я думаю, никому это все хотят видеть живой рассказ, а не когда кто-то пытается что-то отладить. Соответственно, мы стартанули наш контейнер и теперь наш etcd клиент может записать то, что нам необходимо. Во-первых, нам нужен вот этот ключик. и туда мы записываем и следующий ключик, который нам нужен, это то, что мы вообще включаем наш сервис. enable, да. Думал, что здесь форматирование будет лучше, оказалось хуже. ну ладно. Теперь, после того, как наш контейнер отработал, нам нужно всю эту информацию лишнюю из etcd удалить, чтобы она никак на него не повлияла на остальные тесты. Ну и delete у нас принимает только один аргумент, собственно, какой ключик нужно удалить. Вот. Так, так, так. В принципе, все у нас готово, и давайте пробуем запустить все это дело. кто думает, что все сработает? Конечно же, нет. Конечно же, у нас есть race condition, которых я наловил просто безумное количество, и в основном они ловились тогда, когда я пытался запускать это на CI-сервере, потому что я использовал Travis, бесплатный, медленный, и это очень хороший способ проверить, насколько устойчив ваш интеграционный тест. Потому что, когда все быстро, очень часто рейсы проскакивают, но иногда они не проскакивают. и если у вас медленный CI, это очень классно можно отловить, поэтому можете использовать такой лайфхак, попробуйте взять для CI машинку поменьше, и вы найдете больше интересных багов. И точно так же, как в прошлый раз, если мы сейчас делаем запрос, даже не будем ничего присваивать, requests get, http helloworld.local и сразу будем возвращать контент. То там Flask Insight и все в порядке. Проблема заключается в том, что когда мы создали контейнер и записали ключики в etcd, это на самом деле означает только то, что они там появились. И потом, через какое-то время, даже если есть полноценный watching, все равно это занимает определенное время. И confd эти ключики считает, сгенерирует конфиг, запишет его в файл, после этого перезапустит Nginx, и все это занимает время. И если мы делали все это, когда мы делали в ручном режиме, все оказалось быстро. Когда работает тест, это все пролетает мгновенно, и нам нужно добавлять какие-то ожидания. Самый простой, тривиальный случай, делать какие-то слипы, но, во-первых, это будет долго, это будут всегда проблемы с тем, что нужно будет выбирать эти параметры, и опять же, в зависимости от того, какое у вас ся и окружение, оно может на одном работать, а на другом нет. Поэтому нам нужно чуть больше информации, чуть больше контекста, чтобы понять, что вообще происходит. И когда я столкнулся с этой проблемой, я думал, как это можно решить. И решение на самом деле довольно очевидное, и оно у всех перед глазами, потому что что мы все делаем, когда у нас что-то не работает. Мы все идем и смотрим логи, чтобы понять, что там вообще случилось. И в наших логах у confd есть такое классное сообщение, как target config has been updated. Это означает, что он обновил конфиг, и вот сейчас пошлет сигнал к Nginx. У нас все равно еще будет небольшой рейс на перезапуск Nginx, но это очень быстрая операция, мы будем считать, что секунды хватит. И на Travis секунды хватает, чтобы дождаться того, что Nginx перезапустится. Потому что это очень быстрая операция. Соответственно, нам нужно как-то мониторить логи, и когда это сообщение появится в логе, мы можем считать, что наша инициализация контейнера прошла. Но вы можете заметить, что оно встречается несколько раз, и сам контейнер convd, он у нас стартанул перед началом тестов, и он живет на протяжении всех тестов. То есть нам нужно как-то еще отсеивать старые сообщения и новые сообщения. Ну и давайте напишем код, который будет это делать. Удобнее всего, как оказалось, использовать для таких вещей контекст менеджера. Так, пока такого нет, но мы его напишем wait for config update. У нас будет принимать Docker клиент и вот этот весь код мы заворачиваем в наш контекст менеджер. он у нас будет делать следующим образом. Он у нас подключится к Docker контейнеру, достанет оттуда логи, запомнит какие есть, потом сделает yield, отпустит выполнение, начнет работать код, который находится внутри него, стартанет контейнер и после вот этого yield блока он будет ожидать и после того, как все это завершится, опять отпустит управление, блокировка снимется, он продолжит работу. Пока мы напишем здесь просто assert false, чтобы свалиться в отладчик и посмотрим вообще как можно интерспектировать наше окружение докерное с помощью Docker клиента. Мы упали, на assert у нас есть наш докер клиент, в нем есть containers, объект, который позволяет работать с контейнерами, из него мы уже использовали метод run, а сейчас мы используем метод list, чтобы получить все наши контейнеры. И мы можем написать такой код, чтобы вывести имена всех наших контейнеров. Контейнер, который нам нужен, это контейнер confd, название его получается следующим образом, balancer это директория, в которой мы работаем, confd это название нашего сервиса, единичка это то, что первый запуск. так как у нас все стартует с нуля, мы всегда будем быть уверены, что это действительно здесь всегда будет единичка. Поэтому мы можем модифицировать наш код следующим образом. Если имя у нас равняется вот этому значению, то тогда вот этот контейнер и будет нашим контейнером с балансировщиком, который нам так нужен. Теперь, когда у нас есть этот контейнер, мы можем с ним как-то взаимодействовать. Мы уже использовали методы kill и remove, но еще есть такой хороший метод, как logs, который возвращает все наши логи. Опять же, все логи в бинарном формате, поэтому мы должны сделать decode. Теперь это строка. И для строки мы можем сделать сплит по символу перехода строки и теперь это у нас массив строк, для которого мы можем узнать длину. То есть, вот сейчас у нас есть 43 лога. и этого нам пока достаточно. Мы перед тем, как запускать наш контейнер, запомнили, сколько у нас было у него логов. Теперь мы отпускаем наше выполнение дальше. У нас начнет код работать, который внутри контекст-менеджера старт-нет-контейнер, сконфигурируется etcd, и теперь мы будем ожидать, будет какой-то цикл, который будет проверять, появились там новые логи или нет. Ну, ожидать нам нужно тоже какое-то ограниченное время, потому что если сделать тут бесконечный цикл, у нас тесты будут просто зависать, мы этого не хотим, мы берем какой-то выразумительный интервал, он может быть достаточно большой, потому что он все-таки должен быть каким-то конечным, чтобы не ждать сильно долго. Тут как-то эмпирически подбирается, но как правило меняться он на вас особо не будет. Ну и по моему опыту 10 секунд всегда достаточно. Если все работает, у нас работает гораздо быстрее, если дольше, то это уже некорректно. Опять же, этот интервал можно в зависимости от бизнес-логики подстраивать. И что мы теперь будем делать? Мы будем перебирать а, ну, да, индекс, плюс, увеличиваем индекс на единицу и секунду мы можем себе позволить подождать. Вот. И, собственно, как мы будем проверять, что у нас что-то появилось? Мы будем перебирать каждую для каждой строки в логах, которая у нас появилась появилась так, так будет проще, которая появилась после наших, здесь мы узнали, сколько было логов всего, теперь мы перебираем все логи, которые идут после них. и если у нас нужно подглянуть в лог и посмотреть, что именно там должно быть написано, там должна быть написана вот такая строка, и если вот эта строка у нас встретилась в лог entry, то мы можем завершить собственно наше ожидание и освободить наш контекст-менеджер, освободить блокировку. На самом деле вот так нам нужно подождать еще секундочку здесь, потому что, как я говорил, появление этой строки в логе означает, что конфинг перезаписан и инжинкс отправлен сигнал, но здесь получается такая ситуация, что оно работает где-то через раз и все равно нужно добавлять какое-то небольшое ожидание. Но, тем не менее, это заметно ускорит тест, потому что обычно секунды за две вот этот цикл проворачивается. Если какой-то медленный CI может быть 3 секунды, 4 секунды, это значение может плавать. В сравнении, если было всегда 10 секунд, это занимало бы дольше времени. Ну и опять же, в реальной жизни у нас тестов будет на порядок больше, а не один какой-то. Ну и давайте сделаем чистый запуск всего этого дела. Возможно, я где-то что-то опечатался, тогда оно упадет, я это подправлю, а может быть и не опечатался, тогда все сразу пройдет нормально. Кто знает. У нас произошел запуск нашего окружения. WaitFor ожидает, пока поднимется порт у балансировщика и стартуют наши тесты. Да, они прошли и все, оно работает прекрасно. В принципе, это все, что я хотел сегодня вам показать. Там была ссылка на GitHub, можете посмотреть там более сложные примеры, там есть пример, который проверяет, что у нас действительно происходит балансировка нагрузки, что контейнеры вызываются поочередно, также там проверяется кэширование, ну и кто интересно, можете посмотреть все это дело. Ну а на сегодня мое выступление закончено, и я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Сейчас микрофоны, думаю, передадут. раз, раз. Добрый день, спасибо за доклад. У меня вопрос, что если докер отправляет логи куда-то еще, ну допустим, наш докер делан, централизованно куда-то складывает логи, соответственно, мы не можем там командой докер логс, грубо говоря, получить какие-то другие подходы, там, не знаю, понять, все ли у нас уже хорошо, есть, или мы просто слеп 10 и нормально. Ну, во-первых, стоит понимать, что сетап CI и сетап продакшен это все-таки разные вещи. И в продакшене, да, докер пишет логи куда-то отдельно, но в CI обычно все-таки логи пишутся стандартным способом, потому что в CI это все запустилось, прибилось и готово. Более универсальный механизм это хелс-чеки, и в продакшене, естественно, логи никто смотреть не будет. То есть для тестирования, для каких-то таких вещей, которые проверяют работоспособность в окружении все-таки разработчика, проверка логов это нормально, и у вас будет доступ туда. В продакшене это только хелс-чеки, я думаю, ничего другого пока не придумали. Спасибо. Привет, меня зовут Кирилл, спасибо за доклад. Такой вопрос, кроме того, что у меня кардинально другое видение насчет того, как эти тесты написаны, вопрос, почему они называются инфраструктурные? Потому что они проверяют состояние всей инфраструктуры целиком, они проверяют, что контейнеры застыковались с балансировщиком. То есть просто инфраструктурные тесты, я думал, что они будут тестировать инфраструктуру или изменения в инфраструктуре. У нас запустился новый контейнер, разве это не изменение в инфраструктуре? Это тот же самый сервис, новый контейнер, то есть ты заскейлил какой-то сервис и проверил. Я понял ваш вопрос. На самом деле это вопрос про терминологию, потому что, к сожалению, наша вот эта вот вся IT-среда, она очень такая нестандартизованная и очень часто бывает, что называя какой-то термин, люди понимают совсем что-то кардинально противоположное. Поэтому, к сожалению, у нас, видимо, видение терминологии немного не сходится. Хорошо, спасибо. Если вы сказали, что у вас какое-то противоположное видение тому, как написаны мои тесты. Ну да, ну, таймслипы и докер-клиент, и хардкод, и смотрение влоги, я не знаю. Ну, то есть у нас были примерно похожие тесты, только даже без смотрения влогов, и они очень флэки. Я не знаю нормальное слово на русском языке, но смысл в том, что эти тесты падают через каждый третий-четвертый раз, особенно в докер-клиенте. Ну, это отдельный, это Lightning Talk можно сделать по этому поводу, насколько все это падает через каждый третий раз. Там есть как раз возможность записаться на Lightning Talk, я думаю, это будет хорошо, если можно было бы устроить такой разговор. Там как минимум замечание, нельзя делать килл перед тем, как ты делаешь стоп, иначе у тебя докер-контейнер может попасть просто в локоть состояние. Ну, и другие разные вещи. Ладно, пасе большое, я думаю, там можно пообщаться с такими лицами. Да. Если вопросов больше нет, тогда будем завершать небольшой перерыв, и потом будет все еще. Спасибо еще раз, что пришли послушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!